Здравствуйте! Я мэр нашего города Белгорода, Голдун Юрий Владимирович. И сегодня хотел бы показать вам и рассказать об одной из важных составляющих инженерной инфраструктуры города, а главной канализационной насосной станции нашего города. Мы находимся на территории главной канализационной насосной станции города Белгорода, которая была построена в 76-м году 20-го столетия. За моей спиной находится маш-зал, сердце главной канализационной станции. Как вы слышите, работающая, работающая уже порядка более 40 лет, станция собирает стоки фекальные, хозяйственно-фекальные, с половины города. Объем, максимальный объем перекачки в сутки около 50 тысяч кубов. Это главная канализационная насосная станция. Она в системе водоотведения, безусловно, играет основную роль. Вот под нами внизу находится непосредственно наш зал главной канализационной насосной станции. Вот внизу основные насосы магистральные, которые обеспечивают выкачку, подкачку и создание напора в коллекторе, который переходит затем на очистные сооружения. Сюда, вот в этот маш-зал, на эту территорию, собирается стоки с Победы из Белгородского полка. Это тысячный коллектор с одной стороны и тысячный с другой. Как я уже говорил, пиковые часы, это пиковые сутки, это 50 тысяч кубов. Под нами, соответственно, все стоки, которые сюда поступают, как уже говорил Юрий Владимирович. Здесь мы можем наблюдать, то есть сейчас здесь свободное пространство. Изначально здесь находились решетки, видно, что их тут нет, они сгнили, они были демонтированы, потому что было опасение, что они могут рухнуть и вообще поступить в приемное отделение, не дай бог, в насосную часть. Вот, аккуратно было закрыто то место, где они находились. И, в принципе, ну, даже нет смысла монтировать новое, потому что сама насосная станция, где мы находимся, она уже свой срок службы сработала. У нас есть заключение нашего университета БГТУ имени Шухова. Они делали полный анализ, полную экспертизу ГНС и сказали, что уже срок подошел и нужно строить новую насосную станцию. Какие основные были замечания, что они написали? Понятно, вот то помещение, где мы находимся, да, оно уже в таком в аварийном или предаварийном состоянии. И самое основное, на что они сделали упор, это подпорная стенка. То есть приемный резервуар, над которым мы находимся, он стенкой отделен от машзала. И они увидели, что стенка скородировала, то есть толщина стенки уменьшилась. И есть риски, что в ближайшее, ну, в относительно ближайшее время, да, это, понятно, не завтра, там, она может стать, ну, уменьшиться до такого состояния, что или рухнет, да, или начнет пропускать сточную жидкость в машзал. Поэтому был подготовлен проект строительства новой главной насосной станции канализации. Он прошел экспертизу два года назад. И сейчас мы планируем за 19-20 год воплотить этот проект в жизнь и построить новую насосную станцию, энергоэффективную, современную, буквально в 10-15 метрах от той станции, где мы сейчас находимся. И на этом же месте мы ее будем новую строить, да, в течение двух лет надеемся, что произойдет это строительство, где мы с полной уверенностью сможем обеспечить, сможем обеспечить безопасную эксплуатацию этой станции, безопасную эксплуатацию всей системы, с учетом того, что новая станция может позволить нам подключить еще большее количество абонентов. Как вы знаете, до сих пор в Белгороде существуют районы, где нет централизованной канализации. Это то, куда мы и будем вкладывать инвестиции по будущему концессионному соглашению, которое должно состояться между правительством Белгородской области и АО «Белводоканал». На базе ГУПа «Белводоканал» мы сделали, организовали акционерное общество, где все 100% акций принадлежат правительству Белгородской области. И его генеральным директором этого акционерного общества становится Сергей Владимирович, как раз с теми людьми, с которыми он и работал в ГУПе, в ГУП «Белводоканал». Это единственный правильный путь, не отдавать это в частные руки, а ставить в руках государство под управлением высокоэффективных, грамотных менеджеров. Я бы хотел, к слову, раз мы уже сегодня заговорили о канализационной системе города, сказать жителям и рассказать жителям о том, что мы уже сегодня делаем по исправлению ситуации с ливневой канализацией. Ну, все были свидетелями последних дождей. В последние годы вы видели то, как наступает вот это последствие, вернее, проступает этих сильных ливней на нашей городской территории. В течение многих лет система ливневой канализации города развивалась фрагментарно. И сегодня мы подняли всю документацию, которая сохранилась в архивах, а она сохранилась практически вся. Привлекли людей, которые долгие годы работали в этой небольшой отрасли белгородского благоустройства, но очень важной отрасли, как ливневая канализация, восстанавливаем сейчас всю документацию, дополняем ее. И к концу июня, впервые за много лет, мы будем иметь полное понимание, полную картинку того, какая она сегодня в Белгороде есть. Мало того, если вы заметили, мы уже часть дефектных участков ливневой канализации, которую мы успели выявить вот за столь короткое время, уже сегодня ремонтируем и реконструируем, увеличивая ее диаметр. Это, в частности, касается улицы Попова, где сейчас вместо 350-ки ложится 800-ка. И эта проблема, уверяю жителей, будет решена в течение 2020 года. Спасибо. С вами был ваш мэр Голдун Юрий Владимирович, и генеральный директор АО «Белводоканал» Тараканов Сергей Владимирович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова